Всем привет! Можно определить, что свеча пробита, даже не снимая свечу с автомобиля. Комплект свечей, который вы сейчас видите, вот этот вот, он отработал на автомобиле где-то 5000 километров. Начались проблемы. Я не знаю, это брак или подделка. Это комплект свечей я оставил в качестве наглядного примера. В общем, вот так вот пробивает свечу. На керамической части отчетливо виден след, и он чувствуется пальцем, когда проводишь. Он чувствуется, что керамику прошило. Предыдущий комплект свечей точно таких же, с таким же номером и такой же марки, отработал на моем автомобиле где-то 65 тысяч километров, ну плюс-минус. В общем, я решил их поменять и поставить точно такие же свечи. В итоге через 5000 километров из четырех свечей получается одна пробитая, вторая пробитая. Ну третья тут прям совсем тонюшенькая полосочка, наверное, все-таки не видно будет ее. Наверное, не видно. Ну вот, в общем, три свечи из четырех прошила. Вот эта свечка одна абсолютно чистая, в отличном состоянии. Какие симптомы, когда пробивает свечи? В моем случае пробило три свечи. Первый симптом. На холодную, когда вы заводите, то есть это было начало лета, где-то май месяц, плюс 20-23 градуса тепла, машина заводилась как в минус 30. А все равно заводится, как будто на одном цилиндре, и потихонечку начинает разгоняться, подключаются остальные цилиндры, и машина начинает выходить на нормальный прогревочный оборот. Но здесь было то же самое. Разница была в том, что это была плюсовая температура. Заводилась она очень плохо. Второй симптом. На светофоре, на перекрестке двигатель как будто подрагивал. То есть это даже было не похоже на троение. Это было похоже именно на встрагивание двигателя. То есть когда пробивает несколько свечей, движок прям трясется. Когда пробивает одну свечу, обычно это называют троением. Трясет не всегда. То есть искра в цилиндр не попала, двигатель немножко начал трястись, потом искра может нормализоваться, и двигатель опять нормально будет работать. Вот у меня было точно также. Потрясло, опять машина работает более-менее вменяемо. Опять начало трясти, и вот так вот это продолжалось постоянно. То есть это не зависело ни от погоды, это не зависело ни от влажности. Это было всегда. Плюс ко всему третья причина, когда вы выезжаете на трассу или объездную дорогу, где можно нажать на педаль газа. На нажатии на педаль газа пропадала тяга. И тяга пропадала прям прилично. То есть это я ехал один, если бы я был груженый или еще с прицепом, то я думаю, там прям ощутимо машина бы тормозила. Я поехал к ребятам в сервис. Вот они мне выкрутили эти свечи, показали, что свечи пробиты. Мы их поменяли, эти свечи. Заводиться стало отлично. Вернулась тяга. За город выехал. Нажал на педаль газа. Все, она отлично прет. Никаких провалов нет. Все вообще стало просто супер классно. Но на холостых стоя на светофоре у меня двигатель периодически потряхивало. Симптом был похож на то же самое, что когда пробило свечу. Когда у вас вот так вот пробивает свечи, нужно сделать следующее. Берете бронепровод. Ну, допустим, его даже можно не снимать. Когда у вас вот так вот пробивает свечи, нужно почистить сам бронепровод. То есть, именно посадочное место, которое одевается на керамическую часть свечи. Почему это необходимо сделать? Потому что, когда вот так вот пробивает свечу, на резинке остается след от пробития свечи. То есть, электричество по резинке шло, скажем так, не туда, куда нужно. То есть, оно шло не в цилиндр, а в обратную сторону. Резинку нужно почистить. Для того, чтобы почистить эту резинку и убрать, скажем так, все негативные последствия от пробитой свечи, нам понадобится наждачная бумага. Вот такой кусочек отрываете и скручиваете его вот так вот в трубочку. Всё. В трубочку скрутили, засунули в бронепровод. Вот так вот поворачиваете. Ну, то есть, чистите. То есть, это обычная чистка. Это обычная, скажем так, ничего такого хитрого здесь нет. Никакие приспособления специфически, соответственно, тоже не нужны. Всё. Бронепровод почистили. Если одна свеча, один бронепровод. Если две свечи, два бронепровода. Ну, желательно вообще пройтись все провода таким образом. То есть, вы его зачищаете, получается убираете старый след. Если этого не сделать, у вас пробило свечу, вы не стали чистить. Вы ставите обратно этот бронепровод по тому следу, который остался на резинке от предыдущей пробитой свечи. У вас может также пробить следующую новую свечу. Так еще можно определить, что у вас пробита свеча. Вы снимаете два конца бронепровода и берете вот такой вот тестер. Ставите на сопротивление. Всё так вот ставите на сопротивление. Берете два конца тестера и засовываете их. Вот у этого бронепровода, это бронепровод четвертого цилиндра, у него сопротивление 16, должно быть максимум 14. Когда сопротивление выше номинального, это означает, что бронепровод работал на пробитой свече. Как проверить сам бронепровод? Важно, чтобы на бронепроводе не было ни потертости, ни порезов, ни царапин. Если этого нету, а у вас, допустим, двигатель подстраивает периодически и может быть такое, что при пробитии бронепровода, когда бронепровод пробивает, то есть у него искра идет, может идти либо вдоль самого бронепровода, может уходить куда-то на массу. Заводите автомобиль в темное время суток и смотрите, есть ли искра. То есть она может быть очень тоненькая и маленькая, может быть прям жирной и сильно заметной. Бывает такое, что троение есть, двигатель трясет, а искры нету. То есть вы в темноте открываете капот, а у вас нет нигде искры. Можно намочить рук водой и провести вдоль провода влажной рукой. Если у вас долбанят током, то значит, что бронепровод под замену. Бывает, что видно искру, бывает, что не видно. Бывает, что вот не видно искру током бьет, а бывает, что током не бьет, а искра есть. Симптомы помирания провода, в дождь она у вас глохнет. На холостых оборотах там вибрация может быть, скажем так, непостоянно, то есть проявляться при каких-то определенных погодных условиях. Если все в порядке, током не бьет, искры нет, бронепровод визуально целый, нужно замерить сопротивление. То есть опять же ставим тестер на 20 кОм и засовываем два конца также опять в бронепровод. То есть не важно какой конец куда засовывается. Получается, если сопротивление выше или ниже того, которое должно быть, бронепровод желательно заменить. Всем спасибо. Всем пока.